Время новостей на канале Лабутанского телевидения в студии Дарья Самородова. Здравствуйте! И, как обычно, вначале коротко о том, что сегодня вы увидите в нашем выпуске. Погрузиться в атмосферу. Юных патриотов Ямала отправляют в Севастополь. Сделаем город лучше. Продолжается голосование за проекты благоустройства. Вместе всей семьей. Как будет организован учебный процесс во время выборов. В режиме оперативного реагирования. Дежурному по городу поступило в этот раз 10 обращений. Чемпионская тренировка. Мастер-класс для юных фигуристов. Что нам стоит дом построить? В округе расширили порядок использования мат-капитала. Доброта спасет мир. Четвероногие друзья ищут хозяев. Кубернатор Ямала Дмитрий Артюхов встретился с учениками кадетских классов. Участниками поискового движения России. Членами казачьей линии, юнормейцами и волонтерами победы. Ребята, активисты исторических и патриотических движений. Участники и победители всероссийских и региональных патриотических проектов. Слетов, экспедиций и конкурсов. Глава региона вручил молодым северянам сертификаты на поездку в город-герой Севастополь. Поблагодарил за увлечение историей и пожелал интересного путешествия в Крым. В этом году впервые в нашем округе запущена система поддержки учащейся молодежи, в рамках которой молодые ямальцы, победители мероприятий военно-гражданско-патриотической и исторической направленности награждаются культурно-познавательной поездкой в Севастополь. В год талантов по инициативе губернатора посетить Севастополь смогут более 300 юных ямальцев. И это абсолютно заслуженная ваша поездка. Я надеюсь, что она будет очень насыщенная, полезная. Сам знаете, почему такая идея родилась. Вы видите, мы с каждым годом все больше и больше ребят из разных мест нашего Ямала начинаем отправлять в Крым, именно в Севастополь. Я абсолютно убежден, испытал это сам, лично находясь там, в этих очень значимых для всей нашей страны, для нашей истории местах. Вся история Севастополя – это история нашей страны, подвигов, вызовов, которые были, сложностей, но которые все равно заканчивались неизбежной победой. Поэтому очень хочу, чтобы вы погрузились в эту атмосферу. Она действительно запомнится, и кто еще не был, думаю, такие есть у поезд впервые. Эта поездка запомнится навсегда, и, конечно, вы уверен, вернетесь после нее немного другими людьми, еще больше поймете историю, почувствуете ее, видя своими глазами. Поэтому хочу еще раз вас поблагодарить за ваше увлечение в нашей отечественной истории и пожелать интересной, насыщенной поездки. Какие инициативы жителей городского округа будут реализованы в следующем году? На портале «Живем на севере» продолжается голосование за проекты благоустройства. Оно продлится онлайн до 16 сентября, а с 17 по 19 голоса будут принимать на территориальных участках. Мы уже рассказывали о некоторых проектах, сегодня своими идеями поделились другие авторы. Подробнее Карина Щербакова. В поселке Харп одна автошкола, а желающих обучаться не один десяток. Главная проблема – нехватка нового транспортного средства. На ремонт машин уходит много денег, а еще это тормозит учебный процесс. Приобретение нового автомобиля поможет сельчанам проходить обучение в автошколе, уже не сталкиваясь с техническими трудностями. В этом и заключается инициатива Владимира Поплавского. Мы когда искали в 2019 году, только один автомобиль, который сразу идет учебный. Он уже идет с завода Стольяки, с дополнительными педалями, и уже не надо его там переоформлять. И все очень быстро, ну, купил и сразу на учет поставил, и можешь заниматься обучением. Принял участие в инициативном бюджетировании Харпский детский сад «Улыбка» с проектом «Лукоморье». В саду 8 групп, две из которых для детей раннего возраста. Коляски, санки, а также велосипеды и самокаты для деток постарше. Все эти транспортные средства остаются у входа и закрывают пути эвакуации. Свой транспортный арсенал они оставляют у входа в детский сад. Чем перекрывают пути эвакуации. И создается некий прецедент безопасности нахождения детей в детском саду. Решили, что нам просто необходимы как воздух парковки. Установка двух крытых парковок возле входа в детский сад поможет решить конфликтную ситуацию. А также послужит защитой детского транспорта от сезонных осадков. А вот еще один из представленных проектов – детская площадка «Сказка». Жители дома 8 по улице Дзержинского выступают с инициативой порадовать своих детей новой игровой площадкой с травмобезопасным покрытием, которая будет соответствовать всем стандартам безопасности. Ни для кого не секрет, что одним из центров общения между детьми являются детские площадки. Поэтому мы решили заменить нашу площадку на более современный комплекс, который будет отвечать по всем стандартам безопасности. А также позволит привить интерес детям к здоровому образу жизни и организовать интересный досуг на свежем воздухе. Вчера состояло заседание конкурсной комиссии по рассмотрению инициативных проектов. По итогам оценки на данный момент лидирующее место занимает проект «Помним». Второе место разделили «Лукоморье», «Экогород», «Автошкола», «Пикничок-2» и «Лабыднанги» в Кубе. Это лишь предварительные результаты. Голосование еще продолжается. «Сегодня для того, чтобы все 16 проектов дошли до комиссии, жителям пришлось организовать не одно собрание, привлечь как минимум более 100 человек в свои инициативные группы, также получить поддержку среди своих земляков, материально поучаствовать в софинансировании этих проектов». Поддержать идеи активных арповчан и лабыднанцев может каждый, проголосовав уже сейчас на портале «Живем на севере». 17 по 19 сентября очное голосование пройдет уже на счетных участках. Лучшие проекты будут реализованы в следующем году. Карина Чербакова, Евгений Садыков, Владимир Николаев. Программа «Время местное». Теперь к теме предстоящих выборов. Почти 50% избирательных участков Ямала размещаются в зданиях образовательных учреждений. Трехдневный цикл голосования не скажется на образовательном процессе. Пока родители пойдут в школу учиться демократии, дети будут заниматься русским и математикой в соответствии с учебным планом. Об этом заявил первый заместитель директора департамента образования Ямала Сергей Бойченко. Все нюансы подготовки и размещения избирательных участков в школах были отработаны в рамках соглашения между департаментом образования и избирательной комиссией автономного округа. Также отработан алгоритм уборки и дезинфекции помещений, где будет проходить голосование. Дети после выходных придут в чистый и абсолютно безопасный в санитарном отношении классы. Те школы, в которых избирательные участки отсутствуют, те в своем обычном режиме, они как работали, так и работают. Значит, те школы, где располагаются избирательные участки, значит, 17 и 18 сентября они примут участие во всероссийской акции, которая называется «Вместе всей семьей». Данная акция, она в этом году пройдет впервые. Ее включили в специальный календарь образовательных событий. И, соответственно, Ямал также примет участие в этой всероссийской акции. В рамках акции будут организованы мероприятия и воспитательные события, дни здоровья, посещение музеев, походы на природу, соревнования на открытом воздухе, мероприятия пушкинской карты. Семнадцатого по девятнадцатого сентября в округе откроются счетные участки «Уютный Ямал». Ямальцы смогут проголосовать за понравившийся проект инициативного бюджетирования, а также стать участником викторины. Вопросы посвящены фактам и знаковым событиям из жизни региона. Проходит викторина в Лабытнанге и в каждом муниципалитете округа. Принять участие может любой совершеннолетний житель. В подарок можно получить новенький телефон или даже автомобиль. До старта голосования остается два дня. На выборы лабытнанцы приходят вместе с детьми. Для многих это настоящий семейный праздник. Пока будет идти избирательный процесс, рядом расположится счетный участок «Уютный Ямал», где жители смогут проголосовать за понравившиеся проекты инициативного бюджетирования. Кроме того, волонтеры предложат и поучаствовать в викторине. Для этого требуется в течение дня посетить один из центров проведения викторины, захватить с собой паспорт и дать письменные ответы на 8 вопросов. Принять участие в викторине можно будет не только на избирательном участке, но и на сайте «Живем на севере». Там необходимо будет зарегистрироваться, ввести фамилию, имя, отчество, дату рождения и номер телефона. Организатором викторины стала некоммерческая организация «Сами». Уже более 2000 бланков разошлись по учреждениям города. Еще более 5000 будут выдаваться на месте счетных участков. У жителей городского округа в эти дни есть возможность выиграть разные яблочные гаджеты. Робот-пылесос, велосипед, телевизор. Новинка этого года – набор инструментов на 94 предмета. Всего в Лоботанге прибыло 180 ценных призов. Вот он, главный подарок викторины «Уютный Ямал» – новенький Рено Логан. Сейчас на главной площади ему готовят пьедестал. Здесь он пробудет до момента вручения ключей победителю. Узнать победителей ценных подарков можно будет 20 сентября на канале Лоботанге ТВ. Трансляция прямого эфира запланирована на 19 часов. Прививочная кампания от гриппа началась в детских садах и школах. Всего на Ямале до конца года медики планируют привить порядка 110 тысяч детей. Для вакцинации маленьких ямальцев, а также беременных женщин в регион доставлена вакцина «Ультрикс-Квадри». Она разработана с учетом штаммов, циркулирующих в этом сезоне. В Харпе сейчас заканчивается вакцинация дошкалят и школьников. Коллективы образовательных учреждений уже в стопроцентном объеме поставили защитную прививку. Параллельно с этим продолжается вакцинация от ковида. Процесс ревакцинации в поселке еще только набирает обороты. Но до коллективного иммунитета, говорят врачи, еще далеко. Жителям поселка напоминают, что защититься на сегодняшний день от опасного вируса можно только с помощью прививки. В Харпе недостаточный процент охвата вакцинации, он менее 50, к сожалению. Нужно 80. Сроки вакцинации и охвата 80% населения сократились вообще до 1 октября. Изначально правительство ставило 1 ноября, теперь это 1 октября. Очень неохотно теперь люди идут на вакцинацию. Еще раз повторюсь, к примеру, по некоторым учреждениям приурайского района, по некоторым, вернее, населенным пунктам приурайского района, процент охвата достигает уже 80%. И количество людей, болеющих коронавирусом, оно единично. Единично. К примеру, по Харпу, где 50% вакцинации, бывают дни, у нас до десятка новых пациентов выявлено. Очень четко видна корреляция объема охвата вакцинации и эпидемической ситуации в каждом конкретном населенном пункте. Очередное дежурство по городу прошло на минувших выходных. Напомню, что это долгосрочный проект. Суть его в том, что чиновник, специалист или любой горожанин принимает по телефону от лабытанцев вопросы. Если они в его компетенции, то дает ответ сразу или же привлекает профильные службы для дачи развернутого пояснения или оперативного решения проблемы. На этот раз дежурным по городу был заместитель главы администрации города Дмитрий Лукьяненко. Круг его служебных обязанностей связан с жилищно-коммунальным хозяйством и транспортом, то есть очень широк. Добрый день. Добрый день. Меня зовут Ирина. Я живу в городе Лабытнанге. И меня интересует такой вопрос. Подскажите, пожалуйста, почему мы за отопление платим круглый год? Ведь летом у нас его нет, его отключают. Как пояснил дежурный, круглый год платят те жильцы, в доме у которых нет прибора учета потребления тепла. Им начисляется плата по нормативу. В самые холодные зимние месяцы суммы были бы высокими, а в летние начисления отсутствуют. Чтобы выровнять ежемесячные платежи, вся годовая сумма разнесена равными частями на 12 месяцев. Всего за дежурство поступило 10 звонков на разные темы. Из 10-ти четыре обращения по холодным батареям в квартире, большая часть из четырех, условно, греет одна батарея, две не греют, либо наоборот, две греют, одна не греет. Оперативно передали профильное управление для отработки обращений граждан. Также звонившие сообщали о плохом напоре холодной воды дома. Причины будут выясняться совместно с управляющими компаниями. Есть обращения по легковым и грузовым автомобилям, которые мешают проезду и уборке снега зимой. В этих случаях на место выйдут специалисты, чтобы установить собственников и дальнейшие работы с ними. Следующее дежурство по городу пройдет через месяц. Объявление об этом будет размещено на официальном сайте администрации города. Одни соревнования заменяют несколько тренировок. Сборы также помогают спортсменам получить новый опыт. Разнообразить ежедневную рутину спортсменам помогает и возможность перенять что-то новое от другого тренера. Такая возможность появилась у лабытнанских фигуристов в ближайшие два дня. Кто на этот раз делится своим опытом, расскажет Альмира Новоселова. Держаться уверенно на льду, правильно выполнять простые элементы. Начинающих лабытнанских фигуристок учит Сергей Шахрай, серебряный призер Олимпийских игр 1980 года. Тренировка от именитого спортсмена в городе Семилистинец проходит впервые. Уже на первый взгляд опытный фигурист может определить, способны ли юные звездочки покорить ледовую арену. Могу с уверенностью сказать, что где-то 4-5-6 девочек, конечно, имеют возможности вырасти в неплохих фигуристов. Я должен сказать, очень осторожно, потому что это очень сложный вид спорта, требует огромного терпения и, опять же, как я говорил до этого, многих обстоятельств, что все сложилось. Но из этой группы есть несколько неплохих девочек, которые при хорошей работе могут прославить ваш город. Чтобы сбылись такие прогнозы, малышам необходимо уже сейчас ежедневно старательно заниматься и пользоваться возможностью, которую им предоставляют. Перенимать опыт заслуженного мастера спорта Советского Союза. Этот тренер – олимпийский чемпион. Он хочет узнать, как мы катаемся, хорошо или нет. Хвалит он у нас. Хвалит вас, да? Да. Тебя похвалил? Да. Тренер знает много другого, чего мы не знали. Мы научились прыгать в зале, и тут мы научились тормозить по-разному. Нужно быть по-хорошему одержимым спортом, чтобы у ребенка горели глаза того, чем он занимается, так считает Сергей Шахрай. Опытного тренера приглашают по инициативе Окружной федерации фигурного катания. С чемпионом обсудили насущные вопросы и планы на будущее представители местной организации, Окружного департамента по физической культуре и спорту в рамках круглого стола. Если мы говорим, к примеру, 2016-2018 год, у нас было всего 5 спортивных мероприятий. Сегодня у нас уже 10. На следующий год у нас уже будет их 11. Очень замечательно соревнования различного уровня, где могут защитить, подтвердить, повысить свою спортивную квалификацию. Подобные тренировки и обсуждения помогают развивать на Ямале такой вид спорта, как фигурное катание, создавать условия для воспитания своих олимпийских чемпионов. Региональный маткапитал можно будет потратить на покупку частного дома. Решение расширить существующий порядок распоряжения региональной поддержкой принял Дмитрий Артюхов в ходе поездки по Ямалу. Сейчас проект закона проходит необходимые процедуры. Согласование в октябре документ будет направлен на рассмотрение в Законодательное собрание автономного округа. Сегодня направить средства можно только на приобретение жилья в капитальном исполнении, строительство капитального или деревянного дома на Ямале, а также на оплату медицинских услуг для всех членов семьи, в том числе и за рубежом. Теперь к списку добавится покупка дома в деревянном исполнении. Нововведение позволит решить жилищные вопросы многих семей. Особенно оно коснется сельских жителей, а также многодетных семей, которым необходим постоянно собственный дом для комфортной жизни. Сумма мат-капитала в округе сегодня составляет полмиллиона рублей. Это самый большой мат-капитал в стране. С начала действия программы «Ямальские семьи» получили более 19 тысяч сертификатов. Каждая вторая семья, которая уже использовала региональный мат-капитал, направила его на улучшение жилищных условий. Рубрика «В добрые руки» вновь в нашем эфире. Мы продолжаем рассказывать о питомцах, которые ищут свой дом. Их по-прежнему становится все больше, и они все так же нуждаются в любви и заботе. О новичках приюта расскажем в следующем сюжете. Знакомьтесь, Каштанка. Как вы поняли, ее прозвали так неспроста. Имя из известного произведения по рассказу Чехова она получила за свои цирковые умения. Каштанка является энергичной собакой, несмотря на свой восьмилетний возраст. Приют попала 8 сентября, но стресса не испытывает. Ко всем людям она относится с любовью, как когда-то к ней относилась и ее хозяйка. Бабушка по состоянию здоровья уже не может за ней ухаживать. И вот попросила определить собаку в приют. Потому что ухаживать некому за собакой. Таким образом Каштанка оказалась в приюте. И собака привыкла к людям, к рукам. Такая не злобная собачка, не вредная. Очень общительная, добрая. А в Кошкином доме пополнение. Маленьких котят вместе с мамой оставили на улице, подкинув коробку под машину. Неравнодушные горожане в итоге привезли их в приют. Котят было четверо, одного уже забрали. Братья и сестра ищут в себе заботливых хозяев. Анастасия Шаховцова, Сергей Антропов, программа «Время местное». Это все на сегодня. Дали прогноз погоды на завтра. Заходите на наш сайт lbtdefistv.ru и подписывайтесь на группы во всех популярных социальных сетях. Спасибо за внимание. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»